Наш лайнер прибыл во Францию, в один из древнейших его городов Марсель. Город по совместительству является одним из самых крупных морских портов в стране. Вряду с этим он занимает первые строчки рейтинга опаснейших городов Франции. Какие первые ассоциации у русского человека вызывает Марсель? Скорее всего, на ум приходит фильм «Такси», который был очень популярен в свое время. Не скажу, что я был фанатом этого фильма, но больше ничего знакового вспомнить не получается. В хорошую погоду в Европе сложно найти город, который не будет радовать глаз. Но Марсель сам по себе очень светлый город, который при любой погоде не будет вызывать стойковое желание скорее покинуть его. Например, многие немецкие города такое желание все же вызывают, даже несмотря на ясное солнце. Если вы говорите про Марсель, то вы должны представлять себе картину именно из этого места. Внутри города есть небольшой залиток, у которого есть набережная с десятками ресторанчиков и сувенирных лавок. Было желание найти место, где можно съесть устриц, которые здесь должны быть намного дешевле, чем в России. Но оказалось, что сейчас не сезон, и морепродукты можно найти только на небольшом рынке, который специализируется на родственных обитателях. Он расположен в глубине города, и мы зайдем туда чуть позже. Продолжение следует... Вдали от туристических мест, город становится неотличим от любых других европейских городов. Те же самые трамваи, которые мы сейчас видим, не являются чем-то уникальным. Похожий трамвай ездит в Москве уже лет 5. Все-таки путешествовать по Европе нужно на автомобиле. Лучше этого, наверное, ничего не придумали. В той же Франции столько интересных мест, что не хватит и месяца, чтобы объехать их все. В случае же нашего круиза, времени на город оставалось совсем немного. Но что вы сможете увидеть в Марселе за 5 часов? Один час из которых вам нужно потратить на то, чтобы добраться до шаттля, который отвезет вас до лайнера. То есть, представьте, вы идете по городу, видите возвышающуюся над ним гору, на которой расположен какой-нибудь собор. Но вы не можете добраться до него. А если и сможете, то это и будет вся ваша прогулка по городу. Потому что времени больше ни на что не хватит. Кстати говоря, никаких криминальных элементов в городе замечено не было. А вот этот район очень похож на место съемок фильма «Начало» Кристофера Нолана. Мы прошли по городу и вышли с другой стороны от набережной, с которой начинали прогулку. На самом деле, вам не стоит думать, что люди приезжают в Марсель по улице. Здесь очень много достопримечательностей, в том числе и красивейшие замки, соборы и дворцы, которые обязательно нужно посетить. В туристической части картина примерно везде одинаковая. Если бы мне показали вот это место, то я бы с уверенностью сказал, что это какой-то испанский город. Но нет, мы во Франции. А вот и морепродуктовый рынок. Запомните это название, и вы всегда сможете найти свежие морепродукты в Марселе, даже когда их нет в ресторанах и кафе. На российском телевидении мы всегда слышим, что Европа задыхается от беженцев. С учетом того, что во Франции всегда было много выхотцев из Алжира и других ее бывших колоний, то типичных беженцев из Ближнего Востока практически не видно на улицах. Субтитры делал DimaTorzok На этом у меня все. До встречи! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok